так небольшая заметка в общем понадобилось для теста и для совместимости поставить первое что 32 гига памяти вместо там было восемь и ну две разных планки пришлось поставить стоят одна джейл другая джи скилл обе по 16 это 2 600 стандартная память и они все с одинаковыми таймингами 1943 в принципе совпадают в биосе они тоже показывают завелись на вроде бы этих таймингах можно подкорректировать но но в авторежиме их подхватила то есть обе планки это гигабайти на 300 чипсет 310 простенький но тут m2 стоит диск там не знаю сейчас удастся посмотреть ну там между процессором и видеокартой transcend этот 128 обычный простенький но он пися экспрессный и вот первый раз я как-то обратил на это внимание но это сейчас диск такой ты ну как тестовая стандартный он для других но что система стояла в дальнейшем как раз будет на года я жаловаться для скажем так для расширения памяти от хилет пакард новой серии x 900 500 к классный диск и биболтик комплекте что немаловажно и переставлю уже десятку поставлю и в нем скорости уже чуть-чуть побольше чем на маленьком диске но и объем естественно побольше и цена приемлемая как стандартный диск пися экспресс 30 как и поддерживает и вот с этими пися экспресс линиями тут интересная штука карточка 1660 супер тоже переставил пока от этого для того чтобы сравнить и продажи шестиядерный 9400 до 4 он турбится и вот посмотрел по производительности он недалеко ушел от 10 стоев тут 48 по производительности там вообще небольшая разница то есть девятое поколение еще довольно резвая вот и и что получается тут семерка вот стоит но сам процессор на сайте intel а характеристиках это же 9 поколение пишет он вот максимальная пися экспресс линии которая поддерживает 16 линий и режим работы вот 1 16 идет 2 по 8 1 по 8 и плюс 2 по 4 но тут всего лишь один пися экспресс 16 слот и м24 линии вот теперь что получается видео карточка в 3 0 и 16 в биосе стоит режим авто то есть он автоматически генерацию подбирает 1 1 2 0 3 0 и но в момент когда она работает то есть запустить рендер он автоматически тупо его переключает на 3 0 идет вся ширина линии до 3 0 правильно то есть это сам смотрю до 16 вот 16 линий забирает видеокарта а ваиде и посмотрел вот если зайти на а то стоит nvme вот этот ну точно такой же как я и буду ставить и у этого тоже тоже у него пися экспресс 3 0 4 линии так теперь вопрос где он эти линии берет если сейчас видеокарта забрала 3 все линии 16 а ему нужно еще от процессора 4 линии и он на них работает и биос тупо не переключает x8 обычно заходишь он здесь показывает 1 x8 тут x8 то есть тупо переключает на режим x8 и отгрызает 4 линии на диск и вот для меня это загадка это первый раз так обратил внимание думаю стоп то ли так биос умеет корректно регулировать но делиться линиями в автоматическом режиме потому что сейчас обращение к диску особо нет ну даже если его запустить может каким-то стресс тестом может быть ну то есть первый раз я с таким столкнулся обычно карточка тупо переключается в x8 и отдает линии на диск на 4 линии вот на его родные линии потому что я тут к картинке но это простенький диск у него слабая запись в принципе скорость чтения резвая вот и память вот задержки тут конечно не знаю я не сравнивал кажется поболее но это очень 16 гигов 32 гига сейчас она нормально но вот таймингах этих 19 43 на стандартных работает но поддерживаемая процессором частота и вот и в тесте в принципе нормально вот он 30 гигов загрузил как бы ошибок таких не было обе-обе план главное что вот более-менее у него совпадают тайминги и даже две разные планки а вот с распределениями писи экспресс линии для меня пока загадка как он так умудряется распределять линии чтобы обычно жестко это все происходит но я сейчас поставлю десятку ну просто для того чтобы зачем было 32 гига то человек спрашивал загрузится ли текстуры которые не могут загрузиться с 16 гигами памяти но в некоторых играх там требует 20 гигов 24 по-моему так и он же их может из памяти брать тем более тут биосе есть включена функция 4g декодинг и буфтинг он может обращаться к памяти и черпать оттуда резервы и вот в игре чтобы он заполнял эти все текстуры с большим качеством для этого как бы интересно было проверить но я как бы этим не увлекаюсь играми и даже как бы нет времени этим заниматься кому-нибудь это переда ручу так скажем вот но на этом пока все вот это вот в основном из-за этого как бы и в раз он опустился 20 сейчас когда нагрузка снижается 11 то есть то ли он автоматически это как-то переключает и манипулирует то ли этот в семерке так происходит тут биос но семерку чтобы установить это ревизия 20 нам позволяет семерку спокойно установить эти платы там загрузчик должен быть только другие операционные системы и ксм модуль включен и в принципе легко ставится система и я так подозреваю что вот этот режим может быть другие операционные системы он как юниксе произвольно позволяет вот прыгать между распределениями линий но это догадка моя пока сейчас уже после того как поменяю диск поставлю систему посмотрю изменилась ли что-то вот такая вот заметка по но так нормально еще конфиг комик 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 лейк этот по моему мире как у нас это кофе лейк и с этой карточкой но это тихо работает потому что тут хоть раз два три 4 5 6 7 вентиляторов 8 ну тут душка регулирует вентиляторы их можно вообще отключить вот датчики привязал сбоку выключить и не тупо не крутится у меня просто процессорный вентилятор тоже к хабу подключен поэтому я его включаю а вот когда носил они продувают от души и их по в пол режима вот ставлю и не мягко работает хватает и процессором 58 градусов при таких оборотах просто побольше кулер и он успевает это тепло отводить и тихо мягко работает но и карточка тихо работает ты блок тут тоже помощнее тут 800 ватт стоит тут карта стояла большая радионовская с питанием большим и вполне тут справлялась вот эта штука можно включить по сути чего-нибудь ну уже когда поставлю может система сишет обнаружу в распределении биосом иначе потому что неизвестно как он с этим диском будет может тут требований побольше и он заберет эти четыре линии пока не знаю но такая особенность интересная благодарю